Сейчас я хочу прочитать записи, которые я делал в то время, в самое сложное время. Итак, это запись, которая называется «Мои мысли 19 июля». Я вспоминаю, как меня было, когда погиб Симба-старший. Кажется, тогда было труднее, чем сейчас. И тогда смерть была более неожиданной, когда его сбила машина. С Симбой младшим я смог попрощаться. Я видел его последние моменты, и я смог его отпустить. Мне страшно спать. Я помню, тогда мне снилось, что Симба-старший жив. Но я поспался в аду, где его нет. Это прошло за пару недель, по моей памяти. Но сейчас ощущается по-другому. Я больше благодарен Симбе-младшему за то, что он был со мной. Скоро я буду рассказывать своей команде о его утрате. И скажу, что мне нужно время, чтобы отойти. Я пока что не хочу говорить это своим подписчикам. Ведь Симба-это персонаж, которого я отделил от реального кота. Пять часов спустя. Я рассказал всем своим сотрудникам, и они меня поддержали. Сейчас я прочитаю последние моменты Симбочки-младшего. Я помню, как был Симба его в последние моменты. Я ставил ему капельницу, и ему стало плохо. У него была дышка до этого, но теперь он начал громко мяукать. Потом он пописал прямо под себя, я подумал, что он хочет в туалет. Я срочно побежал попросить туалет. Мне дали маленький кошачий туалет с салфеточкой. Я посадил туда Симбу, но он не пошел. Он громко мяукал и везде ходил. Я заметил, что он чуть ли не падал. Терял равновесие. Пришла ветеринар, и сказала понести его на рентген. Они увидели, что у него было что-то в легких. Было воспаление. Его понесли в камеру с кислородом. Он сильно дышал, у него текли слюни. Все передние лапки были мокрые. В тот момент мне сказали, что он может погибнуть. До этого я не сильно волновался, но тут мне схватила паника. Я понял, что это очень серьезно. Когда он сидел в камере, мне сказали ехать домой, но я не поехал. Я ждал снаружи комнаты. Потом ветеринар сказала, что я могу пойти посидеть с ним. Я пошел и сел рядом. Он тяжело дышал и мяукал. Ему не становилось лучше. Видно было, что в легких что-то было, что мешало ему дышать. Он мяукал и немного крихотел. Тогда я смотрел на его последние вздохи. Я видел, как с каждым вздохом ему было тяжелее. Он дышал все медленнее и терял сознание. Его глазки были открыты, язык высун, у него текли слюни. Хоть ему и было трудно, он посмотрел прямо на меня. Я понимал, что это может быть наш последний момент вместе. Я сидел с ним 10 минут, которые оказались в бесконечности. Доктор сказал, что мне пора идти, чтобы не тревожить его. Я пошел, но снял последнее видео с Симбочкой-младшим. В мыслях я попрощался с ним. Мне было трудно уходить. Я понимал, что всего этого можно было избежать, если бы мы раньше начали решать эту проблему. Я понимал, что из моих ошибок я потерял своего лучшего друга, очень близкого и дорогого мне котика. Но сейчас это было не важно. Я просто хотел, чтобы он выжил. На следующий день мне сообщили, что он погиб. Это было на кухне по телефону. Я будто провалился сквозь землю, будто под ногами образовалась огромная яма. Это было страшно, невразимо, печально и разрывающе. Я очень хотел, чтобы он прожил длинную жизнь, хотя бы 10-15 лет. Он погиб очень неожиданно, хотя я начал палять до этого и показывать знаки. Он понимал, что уходит и прятался по дому в разных местах. Он ложился в местах, в которые никогда обычно не ложится. Это был знак. Я не мог понять или признать, что это происходит. Я очень хотел ему помочь. Из этой ситуации я хочу взять как можно больше, чтобы таких ситуаций было намного меньше в мире. Симпочку младшего уже не вернуть, но можно изменить мир, чтобы другие не переживали то, что пережил я. Ведь терять любимых – это самое трудное. Тов с динамом, Субтитры создавал DimaTorzok